Хочу добра, а делаю зло С тещей что-нибудь нехорошее сделать А для кого-то добро, это жизнь по заповедям Божьим Вот смотрите, апостол Павел пишет Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего И делающий меня пленником закона греховного Находящегося в членах моих Бедный я человек Кто избавит меня от всего тела смерти Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию А плотью закона греха То есть, значит, для плоти одно добро А для духовной жизни другое добро Вот выходной день наступил И для тебя добро полежать, понежиться в кровати А для духовной жизни встать Помолиться Сходить, может быть, даже на богослужение Если это праздник или воскресный день Почитать Священное Писание Зайти на портал exeged.ru, пожалуйста Это может быть добро Для, предположим, человека, который только воцерковляется Если он сходит в театр, это, может быть, ничего плохого не будет А уже для монашествующего это будет плохо Поэтому, с одной стороны, все люди разные И этот вопрос каждый решает сам для себя по своей совести Но добро – это то, что угодно Богу А зло – то, что Богу не угодно Соответственно, если мы ведем духовную жизнь То должны стремиться во всем поступать Так как это Богу будет угодно Тогда мы будем в правильном понимании добрым человеком Замечу только последнее Иногда люди говорят Как же так? Неужели Господь Бог отправит в ад тех Которые жили доброй жизнью Были добрыми людьми Но при этом не верили во Христа В том-то вся и суть, друзья мои Что верить во Христа – это самое высшее добро, которое есть И одно дело, когда люди вообще ничего о Христе не знали И с них малый спрос А другое дело, когда человек имел возможность узнать о Христе Но поставил выше вседержителя Бога Который воплотился и за нас умер на кресте Поставил выше Него Какие-то свои суетные дела и заботы И это, конечно, зло Который воплотился и за нас умер на кресте Который воплотился и за нас умер на кресте